Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я уже веду из нашего нового жилья, из нашей новой квартиры. Я попозже все покажу вам, сделаю рум-тур, когда уже будет так все чики-пуки, красиво. Все покажу. Давно не снимала, так немножечко сейчас язык заплетается, но понимаете, переезд, дело такое, хлопотное, очень, конечно, мы были заняты, и, честно говоря, было совершенно не до видео, хотя очень-очень хотелось снимать, рассказывать вам что-то интересное. Ну вот, наконец, сегодня у меня выходной, и я записываю видео. Вчера в Инстаграм я выложила вопрос, чтобы мне мои подписчики порекомендовали видео на парфюмерные темы для моего канала. И столько людей откликнулось, это просто вообще потрясающе. Мне очень нравится вот такое, знаете, общение. Пусть оно виртуальное, пусть оно не вживую, но это всегда очень приятно, получать хороший отклик, фидбэк, так скажем. И один запрос был прям вот у нескольких людей, и этот запрос – виш-лист. Ваш парфюмерный виш-лист, ваши парфюмерные хотелки, о чем мечтаете, о каких парфюмах и так далее. Вот я решила первое записать такое видео, тем более у меня и виш-лист есть. У меня есть вот такой маленький блокнот, и здесь вот список, которые я периодически пополняю, но в основном он такой, знаете, стабильный. Скажем так, у меня стул такой кручащийся, неудобный, не очень. Ну, ладно, ладно. И мой виш-лист. Виш-лист может быть парфюмерным, виш-лист может быть о планах на будущее, виш-лист может быть там по одежде, по аксессуарам. Ну вот у меня, да, вот это вот парфюмерная моя тетрадочка маленькая, и здесь парфюм. Я не скажу, что я прям очень много хочу ароматов. Я хочу крайне выборочно, и, ну, вы сейчас поймёте, в основном это ниша, и не потому, что я какая-то там, знаете, любитель ниши и так далее. Мне хочется чего-то редкого. У меня уже достаточно большая коллекция, и не хочется как бы вот покупать именно то, что я всегда в любой момент могу купить. Ну, я говорю, например, о масс-маркете, да, например, о люксе, о люксе, скажем так. Я могу в любой момент пойти и купить что-то, да, из люкса. Мне очень много нравится брендов, но в моём виш-листе в основном что-то такое очень редкое. И я сейчас вам всё зачитаю. Первое, number one, это носомат. Носомат для меня редкость, потому что в Сиднее только один магазин продаёт носомат. Это даже не магазин, это прикваферская такая, очень артистическая для мужчин. В таком олдскульном, старинном, как это сказать, старинный стиль у неё оформления. Очень так красиво всё, и они там продают такие необычные бренды, и среди них я нашла носомат. Случайно совершенно, помню, уже отчаялась их искать, хотела заказывать вслепую, но вот нашла. На данный момент у меня три аромата от этого бренда. Это наркотик Винас, Бла Манш, Бла Манш у меня нету, Чайна Уайт и Браонда. Я хочу остальные все, в общем-то. Ну, как бы это ни скромно не звучало, я вот хочу все ароматы носомата. Для меня это такой артхаус. Это артхаусное кино, это артхаусное искусство. Такое, вы знаете, что-то такое не для всех, мне кажется, специфическое. Артхаус вообще мало кому нравится, я, например, имею в виду кинематографа, скажем, да. Его тяжело смотреть, его хочется постоянно выключить, но потом, когда ты досматриваешь этот фильм, артхаусный какой-то, то ты получаешь, конечно, неизгладимые эмоции, потом он у тебя висит в твоей голове где-то неделю, ты об этом вспоминаешь. Вот так же с ароматами носомата, для меня лично. Простите, мне немножко насморк. А они заставляют тебя вот прям про них думать, они какие-то такие странные, они, конечно, безумно красивые, они непонятно из чего сделаны для меня. Ну, то есть там есть какая-то композиция, но тем не менее композиция аромата это так поверхностно, ну, на мой взгляд, я обычно мало придаю значению композиции, аромата, потому что так или иначе каждый слышит то, что слышит. А носомата в первую очередь я бы хотела Black Afghan. Black Afghan это мощь. Это сила, это такая, знаете, прям энергия такая, может быть, даже немножечко тёмная, яркая, яростая. Я пробовала его летом. Он раскрылся на моей коже очень красиво, удово. Несмотря на то, что я не люблю уд, тут уд был такой, какой-то, знаете, благородный уд, наверное, да, благородный. Благородный, интересный, необычный. Ну, странно, знаете, очень сложно описать ароматы на самата, они вам или нравятся, или не нравятся. Мне очень нравится. Со мной был такой случай, ко мне в магазин пришла клиентка, и вот пока она ходила, ну, мы там общались, я всё время что-то обычно говорю людям, там, ну, как-то стараюсь вести беседу, ненавязчиво. И от неё благоухало так чем-то, чем-то странным. Я не могла вот понять, нравится мне это или не нравится. Но я ходила за ней вот так вот, прям нос у меня вот, за ней следовал. Когда она пошла в примерочную, то есть весь магазин у нас большой магазин, как бы много метров, и он благоухал вот именно её ароматом. Я подумала, интересно, что это такое, я всегда спрашиваю. Я не стесняюсь, я спрашиваю. Ну, когда она уже расплачивалась, мы там что-то разговаривали, ну, как-то так, знаете, уже можно было спросить. Я спросила, какой у вас аромат? Она говорит, ну, вы, наверное, не знаете, это такой редкий, я в Италии купила уже давно, у меня уже заканчивается. А что, говорит, пахнет? Я говорю, пахнет, пахнет, очень пахнет. Какой аромат, говорю, у вас? Я говорю, знаете, так интересно. Я, говорит, два дня назад именно душилась. Ну, и потом она мне сказала, это Носомата, Блэк Афгана. Я говорю, так я знаю, я знаю. Она говорит, как? Вы знаете? Вообще такая редкость такая, что люди знают, тантра-та-та. В Сиднее особо никто, ну, не знает. Ну, как бы, да. И меня прям, вот, я поняла, что мне надо, мне надо вот этот аромат. Три дня назад женщина надушилась, и вот так. Ладно. Носомата, Блэк Афгана, Блэм Анш, Силва, Серебряный Мускус, новый аромат их, ну, да флору. Все, все мне надо. Следующий в пункте у меня идет Роберт Пеге. А дом Роберт Пеге вообще для меня, он... Я не могу сказать мой самый любимый парфюмерный дом, мой самый любимый парфюмерный дом, это Фредерик Майнер, уже все знают. Но вот дом Роберт Пеге, он какой-то статусный, он изысканный, он благородный, он такой, знаете, для royal family. Ну, для меня вот так видится. А у меня есть тоже ароматы от Роберта Пеге, у меня есть Даглас Ханан, у меня есть Мадемуаза Эль Пеге, и у меня есть Бакхари. И я хочу, конечно же, Фракас. Я очень хочу аромат Фракас. Ребята, Дед Мороз, если ты меня слышишь, аромат Фракас. Мне нужен, мне нужен самый дивный тубероз, на мой взгляд. Очень красивая, сочная, сливочная, сладкая, яркая. Знаете, такая вот тубероза, она белая, а вот я вижу Фракас, такая вот цвета фукси тубероза. Если такая бывает, вот такой микс у меня. Хочу, хочу Фракас. Следующее. Следующие два аромата, это будут два винтажа. Я пока еще не засунула свой нос в винтажи, и думаю, что всему свое время, пока я... Еще мне нравятся современные ароматы, особенно ниша. Но винтажи я преклоняюсь перед винтажами. Я нюхала несколько просто винтажей шанелевских. Это небо и земля, конечно. Это старые формулы, это превосходно, это грандиозно. Ради этого стоит заниматься ароматами. И из винтажей мне хочется Палома Пикассо. Как я хочу Палома Пикассо именно винтажную? Вот Наташа Золотарева говорила, что и современные не уступают, но я не слышала современную, не нюхала, не носила, не знаю. А вот винтажные у меня есть маленький кружочек. Это бомба. Это бомба, ну реально черная такая маленькая граната. Потрясающий шипр, мшистый, олдскульный, животный. Ну все вот эти составляющие, которые вот сейчас могут сбить на повал просто с ног, вот они там присутствуют. Следующее уже винтаж. Не такой, наверное, винтажистый винтаж, как там теорема, как проговорилось, как Палома. Теорема от Фенди. У меня она была, когда я училась в академии, по-моему, на втором курсе или на первом даже. Мне подарили, по-моему. Но это было что-то. Вот этот цвет я до сих пор помню такой, знаете, золотисто-коньячный цвет. Пахнет корицей и какими-то, вот знаете, яблоками запеченными. Если немножечко... Ну в общем, он такой пряный. Он пряный, ароматный. Так пахнет в Европе, вот, ну, например, Прага. Многие, наверное, из вас были в Праге, да? Вот, если вы были в Праге, как раз на Рождество, на Новый год, там выпекают вот такие вот круглые штучки, булочки на таких вот палках. И вот этими булочками пахнет просто вся площадь. Где вы гуляете, вот эта площадь, она там просто благоухает этими булочками, глинтвейном, специями, вот, корицей, кардамоном, гвоздикой. Вот теорема для меня это такое. Это такое согревающее, пьяное блаженство. Вот хочу себе теорему, хочу. Следующее у меня идет лелабо. Лелабо или лелабо. Я сейчас возьму, сейчас возьму, пардон, вот этот мой набор со всеми ароматами и просто пройдусь, вот, реально, что бы я хотела бы себе. Я уже приобрела себе аромат Иланг 49, чему безумно рада. Девочки, мальчики, это, это кайф, это просто бихарь, это страсть, это эмоции. Вот это такой прям, знаете, он меня заряжает каждый день. Вот с утра и до вечера я ему могу поливаться. Сначала мне он казался очень-очень громким. Сейчас уже я привыкла, все привыкли, я ему поливаюсь просто вообще. Муж говорит, пахнет медом, сын говорит, пахнет цветами. То есть он всем пахнет и медом, и цветами, и альдегидами, и мхом, и ирисом. Там столько всего, я про него еще потом расскажу. А один уже как бы приобрела из этой. Дальше, что бы я хотела бы у компании Лелабо? Я бы тоже все, наверное, хотела, но не все, нет. Ирис. Ирис 39. Очень мне понравился, очень мне понравился он в носке. Ирис 39, ну, что показывать не видно. Он меланхоличный. Вот я, знаете, почему не купила его в первую очередь? Иланг для меня аромат свет, аромат солнца, аромат радости и праздника. А вот ирис от Лелабо, он такой вот грустный, немножко печальный, меланхоличный, какой-то задумчивый. Иногда у меня бывает такое настроение, конечно, но не часто. Ну, бывает, конечно. Но вот, может быть, я его себе приобрету не на лето. Вот летом я хотела себе вот иланга. А вот ирис подождет. Ирис мне, он очень нравится. Он землистый. Он пахнет именно корнем ириса таким, знаете, как вот прям даже с камками земли. Такой немножко влажный, немножечко даже, ну, не с плесенью, нет. Ну, чуть-чуть, да. Такой благородный, голубая плесень. Ну, классный, ирис бесподобный, очень красивый аромат. Но пока подождет. Жасмин 17. Хотела очень сильно, но вот поносив пробник, пробники, кстати, вот Лелабо, рекомендую этот набор. Их хватает на очень долго. Двух пшиков достаточно вообще на весь день. И вы сможете легко-легко-легко понять, что вам нужно. Вот с этим набором. Я хотела жасмин, но он оказался на мне нестойкий. Дальше. Я хочу себе почули. От Лелабо почули 24. Почули 24, это, знаете, как чай лапсан сушенка, если кто пил копченый чай. Он пахнет, знаете, как кирзовыми сапогами и дымом, костром. И даже, вы знаете, вот вы его наносите и слышите вот эти вот потрески вот этих паленьев. Хочу этот аромат, не могу. Я его нанесла на себя. Сначала мне показалось, что такое, что такое странно, интересно, но, наверное, не носить. Но на самом деле это что-то с чем-то. Это вау. То есть, конечно, при первом затесте вам больше всего нравится ирис, роза, почули, лилия, иланг и так далее. На почули 24 я как бы вообще сначала, ну, есть он в наборе и есть. Итак, почти последним я его, помню, разнашивала, но это кайф. Это реальный кайф. Да, я себе его обязательно приобрела бы. А роза 31 тоже хочу. Знаете, я как-то, мне показалось, она немножечко монотонной, но я его еще раз поносила. Это секс. Это просто, знаете, такой вот мягкой поступью, благородный, такой вальяжный, уверенный в себе. Ну, шлейф грандиозный. Вы выходите из комнаты, и комната все еще пахнет розой, пахнет вами. Эта роза шикарно, как это сидит, свесит ножки на мужчинах. На мужской коже этот аромат звучит просто превосходно. Попробуйте. То есть можно... Ароматы недалеко не бюджетные, и можно купить легко 50 миллилитров и носить на двоих. Мне кажется, это хорошее будет вложение. Так, нуар 29, да, хочу. Нуар 29, я уже говорила, три моих короля, это ирис, нуар и ланг, вот нуар тоже хочу, да. И нуар 39, ну 39, 29. Для меня это была, знаете, такая загадка, я не понимала вообще, что там происходит, что там намешано. А мне слышался там, и роза слышалась мне там, и какие-то специи, и дерево. На самом деле там инжир. Но вот инжира я там не слышу почему-то. Может, это и хорошо. Хочу, значит. И Сантал 33, знаете, самый популярный аромат марки, Пелабо, это Сантал 33, у меня есть свеча. Вот свечу я еще хочу, да, поставить, чтобы был глухал у меня дом. А вот сам аромат, одно время я прям очень загорелась его себе приобрести, но поносив, поняла, что это немножко, знаете, не моя энергия. Он такой, ну как вам сказать-то, он хипстерский. Это неплохо, но, наверное, не для меня. Ну, как-то так. Может быть, я непонятно выразилась хипстерски. Хипстерские хипстеры это, так называют сейчас современных молодых людей, которые такие модные, знаете, вот прям такие на острие как бы моды хипстеры. Ну и которые так вальяжно одеваются, которые вроде бы нам до моды все равно, но на самом деле это не так. Вот они благоухают с Санталом 33 очень часто. Так что, что-то я его перехотела. Ну, это мое мнение, это как бы вообще. Все, слила бы, давайте слила бы, заканчиваем. Шестой пункт это маль. Маль, конечно, он как бы мог быть и первый пункт, и нулевой пункт, с чего все начиналось. А Фредерико маль я бы тоже хотела бы, наверное, все ароматы, но, знаете, мы же не миллионеры, и я не могу себе позволить покупать вообще все-все-все-все подряд. Все, что я вам сейчас читаю, вот все эти носомата, конечно, я куплю это, но это все со временем, и может быть я потом как бы перегорю. Но виш-лист, дело такое, мечтать не вредно. Маль. Первым в списке у меня стоит липстик роуз. Я что-то прям так ее захотела, предельно женственный аромат, вот, ну невероятно женственный. И знаете, я прям вижу себя летом, так вот, вот как-то вот так, плечо оно спущено. Ну, как-то такая небрежность, в волосах небрежность, ну, у меня всегда в волосах небрежность, загар, какие-то золотистые румяна, тени, клипсы, какая-то, знаете, маленькая сумочка. Ну, это даже не об этом. Вот я себя так чувствую сейчас, вот этим летом, что мне хочется вот именно этого аромата липстик роуз. Он женственный, он какой-то такой, знаете, немножечко с ароматом ривьеры. Ривьера, знаете? Не знаю почему. Вот он для меня такой Италия, Софи Лорен, такое что-то, такой вот фильмов Феллини. Почему? Не знаю. Вот так мне он видится. Да, он про помаду, да, он про ирис, про розу, про все вот это вот женственное, кремовое, такое вот прям тонкое. Вот хочу себе этот аромат на это лето. Да, вот, наверное, я его себе в ближайшее время приобрету. Следующий. А, у Мали еще, ну, всего бы хорошо бы его, конечно, заиметь. Но, наверное, да, вот сейчас липстик роуз такая вот, наобуват. Следующий бренд, Map of the Heart, это австралийский бренд. Я вам показывала уже свое сердце розовое. И недавно бренд выпустил Белое сердце. Белое сердце, я его чуть нюхала, потому что, ну, я писала в Инстаграм, пару раз приезжала в их магазин, и был закрыт он. Он был закрыт. Магазин был закрыт, дверь была закрыта. Ну, не знаю, может, они там в подсобке сидели, кушали или чай пили. Я не знаю, короче. Ну, пока у меня нету времени, знаете, ездить туда-сюда, если он вдруг закрыт будет. Но хочу, хочу понюхать это Белое сердце. Нравится мне эта марка. Марка неоднозначная, очень необычная, самобытная, бесподобный флакон. Кому-то не нравится, мне очень нравится. Очень красивое сердце, знаете, класс. И хочу еще у них золотое сердце. Хочу, хочу, хочу. Все хочу, короче. Ничего не куплю. Куплю когда-нибудь. Ну, или Дед Мороз подарит мне Белое сердце. Восьмой пункт. Шанель. Ну, какой может быть виш-лист без Шанели? Правильно, парфюманьяки напишите потом. Наверняка у всех есть в виш-листе Шанель. А Шанель я хочу винтаж, конечно же. Я бы хотела. Но это, я уже говорила, винтаж пока у меня ждет. А у Шанель я хочу из эксклюзивной линейки. Один аромат. Мне кажется, он очень выгодно отличается из всей линейки. Он какой-то такой самый яркий, самый необычный, самый такой... Что это такое? Это Шанель? Не похож на Шанель, мне кажется. Это Бой. Шанель Бой. Я хочу себе этот аромат. Сочный, фужерный. Такой вот, знаете, бодрячком пацанчики. И мне название нравится. Бой. Очень классный. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Хочу вот именно из эксклюзива этот аромат. Следующее. Ну, Том Форд. Том Форд мне нравится очень в Сантал Блаш. Я люблю Сантал в ароматах. И вот он мне понравился. Он мне понравился, хотя, признаюсь честно, вот прям положа руку на сердце, я не фанат ароматов Тома Форда. Это черная орхидея, да, это был прорыв, это было что-то грандиозное. Сейчас, мне кажется, ну, вот эти все вот его линейки хороши, ладно сделаны, статусные, да. У вас ароматы Том Форда, ух, вы такая крутая. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, немножко цена завышена. Ну, это мое мнение, не судите строго. Ну, вот из Том Форда, если вот вы мне скажете, давай, давай, я тебе подарю что-то из Том Форда. Да, вот Сантал Блаш, пожалуй. И все. Мой виш-лист закончил. Ну, вот такой вот прям, знаете, виш-лист, виш-лист и виш-листов. Самые-самые-самые позиции. Я вам озвучила, как бы, от чего бы я бы не отказалась, конечно бы. Я бы не отказалась от нового аромата Живанши. Он очень крутой. Он прям меня порадовал, мне приятно даже, удивил. Я даже не знала, что там тубероза, мне показалось, там такое виноградище сначала. А там, оказывается, еще и тубероза. Ну, если тубероза, то у меня сразу на крючок меня. Люблю туберозу. Конечно, я бы хотела попробовать, понюхать, вообще хотя бы подержать в руках эксклюзив от Мюглера. У нас не представлены ароматы от Мюглера, эксклюзивная линейка, очень красивые флаконы там. Мне, увы и ах, остается только лицезреть на фотографиях, смотреть в обзорах. Что делать? Ну, надеюсь, привезут когда-нибудь или я куда-нибудь поеду и все попробую. А эксклюзив Мюглер хочу понюхать. Хочу понюхать эксклюзив Карван. Да много чего хочу. Столько всего еще неизведанного, столько новых брендов, столько, мне кажется, классных брендов, о которых еще никто не знает. Нишевых, молодых, страстных. Вот мне что нравится в молодых брендах, это страсть. Вот как в Map of the Heart. Есть в них страсть, есть в них смелость, есть в них какая-то бесшабашенность. Это классно. Это очень здорово. На этом все. Я надеюсь, вам понравился. Очень получилось долгое видео. Но, ну, слушайте, об ароматах можно говорить часами. У меня получилось только полчаса. И пишите, пожалуйста, пишите ваши хотелки, ваш виш-лист, о чем вы мечтаете. Ой, пардон, у меня прям насморк под моим видео. Пишите сообщения. Я все прочитаю. Мне всегда приятно вас читать и отвечать вам. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пока. Пока.